Всем привет! В одном из прошлых видео мы рассматривали финские броневые 338 Lapo Magnum. Сегодня рассмотрим швейцарские от компании Ruag. Они тоже с вольфрамами-сердечниками, но с другими. Это современные военно-полицейские снайперские патроны. Клеймо у них вот такое. Вес пуль в этих патронах 16,8 грамма, но они бывают еще и второй весовой разновидности 19,4 грамма. Упаковка от них, по всей видимости, вот такая. Давайте посмотрим распил пули. Он сделан не очень удачно. То есть, вот этого углубления между сердечниками быть не должно. Просто так прорезалось. Мы видим, что пуля двухэлементная. Вот этот вот сердечник из карбиды вольфрама, как декларирует Ruag. Этот свинцовый. Оболочка у пули тампаковая. Ну, вообще, в патронах 338 Lapua Mag обычно у пуль всегда тампаковая оболочка, так как стволы этих снайперских винтовок не хромированные. И от биметалла они испортятся. Я знаю только одно исключение по пуле, у которой биметаллическое. У сердечника сложная форма. Тут нет цилиндра. Сужение происходит условно тремя отрезками. Один вот отсюда до примерно этого места. Следующий от этого места до этого. И финальное сужение в форме прямого конуса. Оно очень коротенькое, если по отрезку. Вот этот вот угол здесь, он как бы округлый. Перед прямым конусом имеется какой-то уступ. Вот здесь. Прямо такая ступенечка. Я не знаю, зачем это сделано. Вот здесь при переходе тоже какая-то ступенечка. Я не знаю, зачем у сердечника вот этот хвост. Если кто-то знает, пишите предположения в комментариях. Возможно, так просто нужно было сделать для правильного баланса пули. Можно также предположить, что поскольку пуля двухэлементная, такая конструкция лучше скрепляет свинцовый сердечник и вольфрамовый. Если бы он резко обрубался, то была бы одна линия соприкосновения и могло бы что-нибудь разболтаться. Такие случаи известны. Но в патронной линейке компании РУАК есть другие двухэлементные бронебои, где у вольфрамового сердечника нет такого хвоста. Например, вот этот 5,56х45. Правда, в нем есть углубление, и свинцовый сердечник, по идее, должен туда заходить внутрь. Это сама пуля, с донышка у нее свинец. Пуля магнитится только в верхней половине за счет сердечника, но не резко. Не так резко, как если бы это была стальная оболочка, либо стальной сердечник. Вес пули, как задекларировано, одна у меня 16,8, получилась одна 16,75 грамма. Длина 36,25 миллиметра. Если мы поставим рядом финский броневой, который 16,1 грамма, то он буквально меньше, чем на 1 миллиметр, короче, чем швейцарский по длине. РУАГ декларирует очень высокую кучность, 2,5 сантиметра на 300 метров. Но они не раскрывают бронепробиваемость. По некоторым патронам раскрывают, а по некоторым нет. Помните, из моего прошлого ролика, финский пробивал 12 миллиметров почти брони с 550 метров. Поскольку материал сердечника схож, то, возможно, будет плюс-минус то же самое. Я не смог найти в интернете каких-нибудь роликов, где бы ими стреляли. Вообще, РУАГ производит разные патроны в 338-лаповом АК с разными пулями. У них есть даже дозвуковой для бесшумной стрельбы. Схематично мы видим, что пороха там меньше. Возможно, он как-то спрессован или приклеен, чтобы он находился только в нижней части гильзы. Но раз мы говорим о бронебоях, то компания ROG выпускает в 338 еще патрон с бронебойно-зажигательной пулей. Навряд ли я заполучу в обозримом будущем такое в коллекцию. Так что давайте быстро посмотрим фото. В нем тоже вольфрамовый сердечник, но уже длинный. А наконечник сделан из титана. Как тут написано, когда титановый наконечник попадает в цель, передача энергии преобразует его в ярко светящиеся искры, легко обозначающие точку попадания для корректировщика. Поскольку этот патрон не содержит зажигательных химикатов, на него не распространяются ограничения по упаковке, обращению и транспортировке, характерные для стандартных бронебойно-зажигательных патронов. Руак выпускает патроны вот с такими вот вольфрамами-сердечниками с хвостом. И в других калибрах. Они есть в 308 и 300 Win Mag. А вообще броневое в 338 Lapu Mag выпускаются и другими производителями тоже. У немецкого Men, например, есть, но там кажется, стальной сердечник. Есть наши российские, у меня есть в коллекции один патрон без пороха и распил. Но я не хочу их обозревать, потому что они ультра-современные. В интернете их можно найти и распил тоже. Достаточно просто знать, что у нас они тоже есть. Всем спасибо за просмотр. Удачи!